всем привет сегодня я продолжаю рассказывать про демэкзамен объектную часть второй урок продолжение и сегодня будут формы подсистемы и изменение интерфейсов и немного перечислений они маленькие про них там нечего рассказывать и я немного изменил прошлую базу данных добавил два новых справочника номенклатура в ней просто номенклатура нам сначала пояснить что это короче это любые услуги товары электроника механизмы питания это просто все что можно так скажем продать это номенклатура ну и что изменил наименование добавил иерархию иерархия просто нажал галочку ничего нового так вот сначала я расскажу про перечисления я добавлю реквизит вид номенклатура эта услуга и учет физическое что можно потрогать эта штука нам нужна в будущем для учетов товаров но как-то как я сюда напишу типа это что это услуга материал могу целый это создать отдельный справочник в нем лишь два элемента хранить услуга и материал но это не дело для того чтобы не создавать целый отдельный справочник внизу и потом там ссылка справочник делать мы создаем перечисление мы его называем тоже и на самом деле мы можем ее назвать как хотим главное то что будет в данных а в данных как раз таки мы можем определенные значения просто добавить например материал и услуга и все после чего я иду вид номенклатуры выбираю тип данных как ссылка на вид номенклатура перечисления и все будущем даже вот проверить можно я могу просто выбирать из этого определенного списка который создав конфигураторы нужны мне элементы это материал не услуга и все очень прикольно очень маленькая и все и на этом функционал кстати кончается это все что пригодится на данном экзамене дать имя правильное и данные ее даже не надо показывать пользователю скрыты скрыты должна быть штука и все вид номенклатуры вода по сути так теперь поговорим про подсистем как мы видим это вот наша менюшка без изменений без всего но я хочу например номенклатуры склад переместить учет складской учет а сотрудника и директора в кадры и чтобы это все красиво смотрелось для этого я раскрываю общие в дереве и вижу под системы создаю и называю одну из них складской учет все все пишется видно чтобы классно и вот тут основные состав больше никуда лось не надо выбираем нужный нам справочник который мы хотим чтобы были именно в этой подсистеме выбираем номенклатуру и склады все это также делается в самих элементах мы просто очень берем и вот подсистемы прям выбираем какую подсистему ее сувать не дано кстати сейчас мне напишет ошибку ошибка прикольная потому что у меня сотрудники директор типа не отображаются в интерфейсе потому что они включены один не в одной из подсистем да это в этом есть прикол типа если добавлять под систему и мне не вести все элементы то и штука не достать их достать можно будет только вот таким образом нажимаю на маленькую стрелочку все функции и вот таким образом их как-то доставать вот сотрудники от директор кстати сегодня поговорим про как удалять элементы там есть или прикол про который я забыл рассказать в прошлом уроке и создаем сразу под систему кадры выбираю сотрудники и константы еще нам больше тут особо ничего не нужно а ну про командный интерфейс надо рассказать эта штука позволяет нам включать выключать видимость у объектов и добавлять какие-то особенные элементы например сразу же создать сотрудника то есть ну что-то обожаете просто сразу включу и увидеть можно менять местами эту штуку но увидите прикол тоже по сути все ну то же самое там есть и складском учете такой же интерфейс также может побольше создать создание потому что у нас справки номенклатура он иерархический для него может создать так сразу же элемент так сразу же группу вот кому-то надо так значит и картинка тоже штука которая возможно понадобится возможно для красоты еще чего-либо для того чтобы добавить картинку нас сначала нужно сделать общей картинке но я так уже создал просто добавить появляется такое окошко и синоним и выбрать из файла еще выбираем конец картинку из проводника съем сюда потом из общей так скажем папочки выбираю картиночку это если брать из общих а можно взять очень стандартные возможно пригодится где-то ставим и все она потом у нас отобразится во а те я расскажу про еще один прикол если нажать на подсистему повторно то у нас так скажем по системе будет выглядеть так чего так скажем возможно для кого-то удобно для кого-то хуже распределилась мы из-за того что перемещали их внутри командного интерфейса сотрудники смотреть также она типа подписаны создать свои особенные функции и место вот этой кнопки сервис она просто подписано как сервис все можно сразу же прикольно но посмотрим-ка на складской учет здесь она никак не подписано непонятно что это мы хотим это исправить мы идем складской учет и создаем подчиненная под систему это вот такой прикол сейчас увидите назову ее прикол и добавлю него наши справочники номенклатура и склады все нажимаем закрыть и запускаю иду складской учет чем увидим они просто раздюбались а нажимаем еще раз и я что благодаря отдельно под системе они те подписаны отображаются более прикольный вдруг понадобится не забываем что отсюда потом надо будет идти под системы но элементы удалить все но по сути под системами закончили все расскажу про прикол с интерфейсом клиентский сам клиент можете настраивать удобный интерфейс или мы это можно делать прям конфигураторе для того чтобы ни одного пользователя то есть есть ли пользователя один из них решил поменяю к я себе внутри самого предприятия не в конфигураторе предприятие интерфейс там все расставил как он хочет что-то удалить эти функции но что-то подобно подобное окошко будет он ты сделает создастся всякие группки как я группа это штука просто их вместе компонует чтобы они были более менее красиво ставим панельку выше и закладочку открытых сделаем чтобы быстрее перемещаться ваще по базе обновляем и смотрим так вот если бы это пользователь делал так теперь красиво прикольно тут у нас инструментики и у нас больше нет варианта как кроме вот видеть а все элементы в таком виде так вот как же пользователь может сделать себе то же самое мы идем в вид настройки панел панели разделов а нет обманул вот настолько панели и он также тут все перемещает все меняет может добавить можете удалить и так далее только это будет у него для того чтобы от появилась у всех это надо делать конфигураторе и все так вот все по сути что тоже вроде бы красиво на все нравится переходим теперь самому прикольному форму все элементы почти вот в дереве имеют формы форма и краски то что мы видим например вот эта форма списка эта форма элемента эта форма элемента создания группы вот все это мы можем редактировать и как-то изменять например берем сотрудники на форме вот тут просто перечислены все возможные формы которые можно добавить то есть элементы при создании группы при создании групп список вообще как список выглядит выбор это если мы делаем ссылочную так скажем ссылку на этот справочник то выбирать элементы мы будем именно в этой форме и форма выбора группы зачем-то тоже отдельный но видимо группа 1 выбирать там тоже может так вот мы можем создать отсюда форму но самый удобный способ создания формы это нажать на лупу у нас так тут спрашивать создать какую обычно берем по умолчанию она понимает что мы хотим создать вот форма элемента можно нажать сразу готовы или далее нажимая далее мы можем выбрать и реквизит там сразу показывать какие нет например случайно беру снилс и вот если бы я нажал готова сразу она мне сюда сразу перекинула и снилс мой пропал из виду но его легко можно вернуть при помощи такой правой верхней панель раскрываем объект и вот все наши элементы которые есть вот здесь здесь есть и более такие стандартные элементы втором мы тоже можем в будущем пользоваться в коде все вот так будет выглядеть наша форма но нам это не нравится мы хотим ее поменять чтобы например серии номер были рядышком на одной строчке чтобы ннн вообще были как-то вместе в отдельных страницах тоже закладочки сделать все это легко делается мы нажимаем на форму на раскрывать просто огромный выбор чего добавить в основном чего понадобится очень в будущем эта группа обычную группа без отображения на это без закладочек носом несколько создан для прикола типа чтобы отображалась без отображения страницы поговорим чуть отдельно это не надо это тоже не надо это прям для трушных программистов возможно понадобится нам когда мы будем делать код кнопка добавляется двумя способами отсюда тоже таблица тоже отдельно а вот эти штуки нам 100 процентов понадобится вот надпись картинка . так вот группа с отображением но это просто съем серию и номер она уже начала меняться и вот как бы мы видим такое пространство это наш заголовок группа заголовок задается здесь напишем паспорт она отобразилась отдельно паспорт можно сделать выделение сильным и все мы как бы ее пометили идеально но все нравится и главное не забыть под группировка если это самое главное не может сделать вертикальный может сделать горизонтальный если возможно если она там типа задевает границу вот эту то она внизу идет так что выбираем всегда горизонтально чтобы даже если она выходит за границу она эту границу наоборот будет удлинять и все будет отображаться как здесь кстати тут есть такие дополнительные настройки платформа сразу на мобильнику можно переключиться ну это ладно такие приколы на который сейчас вообще не нужны нам хватает вот этого вот это вещь это у нас групп без отображения но тоже самое как вот эта группа только вот не ставится лишнего пробела потому что в поле вот положение заголовка у нас стоит но нет так скажем нажал вот в использовании должно у нас быть вот за отображать заголовок нажимая сюда мы его как бы отображаем и называем как хотим и можем его также оттуда убирать все можем делать оформление этого заголовка и так далее да и вот тут можно красить цвет текста заголовка вот это зелененькая можно сделать красненьким тут можно шрифт менять на побольше с этим мешка она обязательно надо отжимать галки зачем такая система непонятно выбираем 32 чтобы все видели стили с ними всегда может поиграться это очень важно когда отдают прям вот сейчас поговорим как раз продаем экзамен когда идет дэм экзамен я бы сказал 30 и даже 40 процентов всего задания это работа с формой то есть там автосума чтобы высчитывалось или же красивое выравнивание по картинке вам дойдут кунишь картинку например точно такую же и вам надо сделать свой справочник форма элемента точно такой же для того чтобы это все делать я вас я случу чтобы это умею расположение можно менять можно делать чтобы все в центре была сама группа можно делать вправо влево так далее можно и сделать слева а все группы но это типа если наверх вниз вертикально тут она не изменится потому что она не так строго стоит вот тут можно в центре поставить вправо ну там все будет зависеть как группа вы так далее короче с этим тоже можно играться и с этим надо играть можно ширину менять это верх-вниз менять высоту эта группа это прекрасно видно как работает в полях то есть я могу там ширину вот так уменьшать с этим надо один раз так поиграться самому и все поймете или по смыслу сразу так синкровизировать ну и по сути я расскажу еще про декорации надпись это вот просто надпись будет написать можно увидеть расположить центре оформить покрасить все идеально картинка тоже самое располагаем и отличается от надпись тем что просто в виде написано и надпись картинка для того чтобы подставить сюда картинку появляется такое поле картинка можно выбрать и стандартных или нашу в тем огромным классно но огромная она потому что в опоруме не надо указать размер картинки нереальный авторазмер осталось огромный но потому что у вас и как битвы ширине но мы и удалим чтобы не мешал про страницу можно поговорить тоже очень важная функция страниц то есть это вот такая группа виде страницы но в нее ничего нельзя засунуть просто вверх вниз и для того чтобы она стала как-то функциональней мы на эту же группу нажимаем добавить добавить страница именно страница и добавим даже еще одну страница и все после этого мы даем им название заголовок точнее 1 и 2 не можем засунуть засунуть наши группы сюда в разные страницы после чего появляется такая страница можно переключаться на паспорт и на эту но это так сегодня мы поговорили про декор как-то вас еще редактировать можем залить форму списка смотреть что там вообще происходит тут надо заметить что если хотите какую-то определенную колонку спрятать или наоборот показать это удобнее всего делать вот здесь то есть нажимаем далее сразу это дерево появляется это ладно но дерево я подозреваю это чипа колонку другу отображаться даже типа не раскрывая дерево так вот я могу убрать код чтобы не отображалась могу показывать сразу серию номер но не хочу именно снилс нажимаю готово и все у нас будет отображаться фио серия номер из списка я могу добавить эти поля заново сниз например вернуть но вернулся начать как а я хочу список все нормально нас все устраивает я думаю что для сегодняшний урок по редактированию форм именно как такая красота можно закончить потому что ну она у всех как-то жил одинаковые константы дали вот можно ее формат редактировать нажимаем сразу же готова но я не знаю зачем добавить декорацию можно например надпись процент если бы это был бы ндс и вот пишем сюда процент после создаем руб без отображений всем директора и это и все было бы тут ндс мы вы смогли указать на 20 и понятная благодаря декорации что это 20 процентов как-то так но это вот такое редактирование а когда мы перейдем коду код весь будет пишаться опыт модули писаться переключаться здесь но это уже следующий урок всем привет это экстренное включение я забыл в прошлом видео показать как удалить элементы а это очень важно и за это надо пояснить так вот да мы находимся в предприятии и например хотим удалить сотрудник и можем удалить прямо здесь можно нажать шик дилет или удалить здесь удалили и все жизнь нормально кажется и больше ничего не надо но может быть у нас когда-то была ссылка именно этот элемент и теперь а вот кто разберет и теперь как если бы там было бы представьте справки и в нем был бы реквизит ссылка на этот элемент если бы мы ссылались на элемент труда ли дачу и базаренко покажу трех кадры директор указываю 1 записываю его и удаляю таким образом как бы удалили нас ничего не спросили но вот видим такую сцену объект не найден непонятно что дальше и это очень плохо это нам не надо и для того чтобы этого не было мы будем удалять правильно и в будущем мы в ролях удалим вашего твой удалим возможность делать такое удаление будет только такое и все как бы непонятно что дальше делать но на самом деле мы идем сюда во все функции стандартные удаление помеченных объектов можно нажать полное удаление всех объектов или выборочное удаление то есть полное его счетом плевать на удалять сразу и ничего не показывает а если нажать выборочно удаление она прям показывает где она обитает и где используется я нажимаю удалить она удалена если бы я попытался удалить олега то я надеюсь она не удалить и не нажимаю далее она будет где я нажимаю удалить его ужас она пишет что меня нельзя удалить это прекрасно я нажимаю далее она пишет где я используюсь я директор меня нельзя удалять я считаю это очень правильно поверхно удаление снимаю в кадры отлично на этом все как бы подписывайтесь ставьте лайки